Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в беседе в присутствии Готфов говорил к верующим в судьбу. Многие веруют в судьбу и влияние звезд на дела человеческие и говорят, верно, так судьбою определено, кому быть добрым, а кому злым. Но Сын Божий, пришедший на землю, не вводил учения о судьбе и влияние звезд, а напротив, Он уничтожает это учение, научая нас добродетели и поставляя все хорошее и дурное в желании или нежелании добра. Посему Господь и угрожает гиеной, и уготовил царство, а для связанных необходимостью Он не уготовал бы венцов и не угрожал бы им наказанием, ибо то и другое относится к имеющим свободу. И законов Он не постановил бы, и увещеваний не предлагал бы, если бы род человеческий был связан необходимостью. Но так как мы свободны и самовластны в своей воле, делаясь дурными от беспечности, а добрыми и скромными от внимательности, то Он пришел доставить врачиства спасительные и направленные к этому страхом гиены и обещанием царства, направляя многих и законами научая любомудрю. А что ни гадания при рождении, ни течения звезд не имеют влияния на дела человеческие, это и без писания видно из житейских обстоятельств. Если дела человека зависят от судьбы и назначены ему от природы, то для чего ты наказываешь вора, для чего влечешь в судилище прелюбодея, почему сам стыдишься, делая дурное, если грех есть дело необходимости, то почему ты не переносишь слов укоризны, но считаешь обидою для себя, когда кто-нибудь назовет тебя прелюбодеем или блудником или человекоубийцей. Если эти грехи не зависят от твоей воли, то и сделанная не есть вина и сказанная не обида. Таким образом и тем, что ты осуждаешь других, и тем, что не прощаешься грешающему, и тем, что сам стыдишься, делая дурное, стараешься скрыть и укоряющих тебя считаешь обидчиками, и всем ты исповедуешь, что дела человеческие не подчинены необходимости, но отличаются свободой, ибо тем, которые подчинены необходимостью, мы умеем и прощать. Так если кто-нибудь, одержимый бесом, тронет нас, или разорвет одежду, или нанесет удар, то мы не только не наказываем такового и не влечем в судилище его, а напротив жалеем о нем и прощаем ему. Почему? Потому что он сделал это не по свободе воли, а по принуждению от беса. Точно так же, если бы и прочие грехи были делом необходимости, зависящие от судьбы, то мы и их прощали бы. Но так как мы знаем, что они бывают не по необходимости, то и не прощаем ни господа слугам, ни мужья женам, ни жены мужьям, ни отцы детям, ни учителя ученикам, ни начальники подчиненным, ни законодатели, принесем закон, но бываем строгими взыскателями и карателями преступлений, ходим на судилища, наносим удары, употребляем наказание и делаем все, чтобы удержать и слугу от зла, и сына от пороков. Для этого мы и представляем детям наставников, и посылая их к учителям, взыскиваем угрозы, наносим удары. Почему же, скажи мне, и для чего, если человеку судьбой определено быть дурным, то какая надобность в этих средствах? Итак, очевидно, что он не связан необходимостью, но все зависит от его воли. Посему мы употребляем средства, отклоняем от беспечности и руководим к добродетели. Для чего мы переплываем море, возделываем землю, строим города, оказываем великую заботливость при болезни, тратим деньги, приглашаем врачей, приготовляем лекарства, воздерживаемся от чревоугодия, подавляем похоть. Если, как говоришь ты, судьбой определено жить или умереть, то напрасны траты денег, напрасны посещения врачей, напрасны тщательная осторожность больных. Теперь же все делами своими выражают, что все это не напрасно. Судьба нисколько не действует, и дела наши не управляются никакой необходимостью, но все отличаются свободной волей. И к чему все труды и усилия для исполнения добродетели? Если судьбой определено кому-то быть добрым, то он будет добрым, хотя бы дремал и спал, или лучше нельзя и назвать добрым того, кто стал бы таким по необходимости. К чему столько трудов и усилий, если судьбой определено кому-то быть злым, то он будет злым, хотя бы над ним употреблены были тысячи усилий, или лучше нельзя и назвать злым того, кто вынужден к этому необходимостью. Так бесноватого, возьмем опять тот же пример, хотя бы он стал злословить нас, мы не назовем обидчиком, не станем считать его злословой обидой, но принуждением от беса. Точно так же и злого, если он вынуждает к этому судьбою и необходимостью, мы не назовем злым, равно как и доброго добрым, а если мы сделаем это, то произойдет во всем смятение, беспорядок и извращение вещей. Ни добродетель не будет значить что-нибудь, ни порог, ни искусство, ни законы, ничего другое тому подобное. Видишь ли, к чему клонится обольщение дьявола, что он хочет сделать со Вселенной и к тем, кто стремится к цели. Итак, зная все это и больше этого, ибо можно было бы сказать и больше этого, но для разумеющих довольно этого, будем избегать порока и прилипляться к добродетели, чтобы прежде всего нам умилостивить Бога, а потом избавиться от гиены и наслаждаться вечными благами, которых досподобимся всем и благодатью и человека любимого Господа нашего, Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне пресна и во веки веков. Аминь.